Это тема часа на РЖДТВ. Как всегда, здесь говорим об актуальном. Сегодня речь пойдет о благотворительности. Сегодня у нас здесь учредители благотворительного фонда «Быть добру». Людмила, Юлия, здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Итак, фонд «Быть добру» был учрежден 29 октября 2019 года. Воды уже немало утекло с тех пор. Но тем не менее, как все начиналось? К кому пришла идея, Людмила? Начиналось все очень просто. С Юлей мы дружим уже больше 20 лет. И благотворительность – это часть нашей жизни уже очень давно. Мы каждый занимаемся благотворительностью в рамках того, что мы можем. Помогаем пожилым людям, кому-то вещи отдаем, какие-то фонды деньги отправляем. То есть это просто такой образ жизни уже, который сложился годами в наших семьях. С Юлей мы периодически, поскольку мы близкие подруги, давно периодически встречаемся. И вот в одной из таких встреч за чашечкой чая мы с ней завели разговор о благотворительности. О том, что нам захотелось благотворительность сделать большей частью нашей жизни. Потому что есть такая потребность помогать. И зашел разговор про фонд. Сможем, не сможем, а давай попробуем, а давай попробуем. Вот так вот поговорили, чайку попили, создали фонд. И понеслось. Юль, не страшно было начинать? Все-таки дело достаточно серьезное. Вы знаете, конечно, были какие-то переживания. Потому что это для нас была... Ну вот Людмила, она сталкивалась с внутренней кухней, скажем так, благотворительных фондов. Для меня это было что-то новое. Но мне кажется, желание для того, чтобы это дело свершилось, началось, чтобы наша помощь стала более глобальной, оно пересилило все наши страхи. Мы вообще об этом, мне кажется, даже и не задумывались. Мы начали штудировать, с головой во всю эту работу погрузились. Конечно, мы учимся, много нового узнаем. Но нет, не страшно. Результат, он превыше всех страхов. Он дает силы, дает дальнейшее желание дальше работать в этом направлении. Ну и, наверное, в первую очередь о результатах мы сегодня и будем говорить. Сегодня, что такое фонд «Быть добру»? Чем он занимается? Как вы видите фонд сегодня? Фонд сегодня, это основное направление нашей деятельности, это новые территории. Когда в 2022 году началась спецоперация, мы поняли, что нужно помогать. Вот там нужно помогать очень серьезно. Естественно, мы не знали, с чего начать, что делать, кому помогать. Но у нас было уже на тот момент много друзей и знакомых, которые уже помогали и продолжают сейчас помогать. Тем людям, которые там живут, уже туда ездили. Соответственно, мы начали разговаривать. Начали, у нас появились первые подопечные. И вот потихонечку дальше начали туда ездить, знакомиться уже и развиваться. Основное направление – это, конечно же, детки, нуждающиеся, вынужденные переселенцы, медицинские учреждения, которые на новых территориях и на приграничных территориях, к сожалению, они тоже сейчас получают большой наплыв людей и нуждаются в помощи, потому что они не были подготовлены к такому потоку. Вот они тоже нуждаются, и мы им тоже помогаем. Вы помогаете тем, кто просит у вас помощи, либо вы сами ищете и находите этих людей. Как это происходит на практике? Было и так, и так. Мы помогаем, у нас есть возможность через сайт запросить помощь у нашего фонда. Мы рассматриваем все заявки. Было такое, что наши подопечные говорили нам, что, вы знаете, есть, например, реабилитационный центр, он тоже нуждается в помощи, может быть, вы сможете помочь. Это такое в хорошем смысле сарафанное радио. Мы очень благодарны тому, что на первом этапе нам очень сильно помогли наши подопечные, рассказывая нам о тех людях, прямо из первых уст, мы это все слушали, которые нуждаются. Ну, также у нас был опыт, что мы сами предлагали помощь, когда мы узнали, что, вот, например, с Белгородом, да, и с Курском у нас была такая история, что мы узнали, что, например, Курск на себя принимает очень большое количество вынужденных, переселенцев, что людей размещают спасибо большое, молодцы, там, те, кто работали над этой проблемой в Курске, но все равно, вы знаете, много всего было необходимо людям, которые буквально в одежде, в той, в которой вот их застало это несчастье, с ребенком под мышкой, вот, получается, переселились просто в такое место, совершенно для них новое. И мы помогали, мы звонили, писали, говорили, что мы готовы помочь, пожалуйста, скажите, чем. И вот у нас был такой опыт, вот, в Курске вынуждены переселенцы, и в Белгород мы тоже привозили для пунктов временного размещения вот то, что нас, собственно, попросили привезти. Я полистал сегодня ваш сайт, и в разделе отчеты, да, есть достаточно яркая, наглядная информация о том, как и кому вы помогли. Как вы считаете, для чего вот нужно, действительно необходимо вот так вот это все показывать? Для чего это делается? Обязательно необходимо, потому что, понимаете, нам доверяют. И чтобы те, кто нам доверяет, видели, что куда мы эти средства вкладываем. Ведь на самом деле, через сайт, через соцсети в фонд приходят пожертвования. И люди, жертвуя деньги, они пишут, куда бы они, ну, на какой проект они хотят пожертвовать. Некоторые там просто помощь нашему фонду, а некоторые конкретно пишут на конкретный проект. Поэтому, когда мы заканчиваем очередной проект, мы приняли решение, и мы считаем, что это обязательное условие, чтобы средства, которые мы потратили, и что мы закупили, обязательно шло в отчеты. Потому что, если не будет доверия со стороны людей нашему фонду, мы не сможем дальше работать. Какие из... Мы понимаем, что все истории, они трогательные, и они важные, но тем не менее. Вот какие истории вспоминаются в первую очередь, когда вы думаете, вот это вот прям получилось, мы справились. Какие истории? Вы знаете, вот вы абсолютно правы, выделить какую-то одну историю, они все разные. Помогаем ли мы, чтобы прошла реабилитация у ребят, да, получивших ранение? Это одна история. Приезжаем ли мы в интернат к детям? Это совсем другая история. Мы все это пропускаем через себя, потому что проникаем в эти истории. И выделить кого-то одного, это коррекционная ли это школа, это центр реабилитации инвалидов. Ну, то есть абсолютно разные. Правда, невозможно сказать. Мы очень надеемся, что все проекты, которые у нас были, и которые на данный момент завершены, мы с ними справились. Мы очень надеемся, но это, конечно, должна быть не наша оценка, а оценка наших доноров, людей, которые жертвуют, это с одной стороны, средства в наш фонд, и, конечно же, наших подопечных. Ну, что касается подопечных, да, и обратной связи, насколько она отлажена, и получаете ли вы вот эту обратную связь, да? Мы не то, что мы получаем, мы ею живем, этой обратной связью, потому что слово «подопечный», мы, конечно, сейчас его используем, да, в разговоре и с вами, и в наших обычных беседах, но все наши подопечные — это наши друзья. И это уже правило, это традиция. То есть тем, с кем мы знакомимся, кому мы помогаем, мы дальше дружим. Просто это уже очень близкие становятся для нас люди, близкие друзья. Я не знаю, вот мы приезжаем в гости, как будто мы приезжаем в гости к людям, которых мы сдали сто лет, и вот те эмоции, которые мы испытываем, встречаясь с ними, это невообразимо, дорогого стоит. Поэтому обратная связь регулярная, постоянная, и больше, да, больше, чем связь. Это просто уже очень близкая, тесная дружба. Ясно о том, что ваш фонд взаимодействует и с РЖД. Вот что это за история, с чего все началось, да, и на каком этапе сейчас? Мы увидели, что РЖД — компания, которая имеет очень активную гражданскую позицию, что компания занимается благотворительностью очень активно. Нам очень близки те тезисы, которые компания выдвигает в отношении к нашей стране, грубо говоря. И мы решили попробовать обратиться, и наша тема, вот то, о чем и я, и Людмила сказали по поводу новых территорий, к нашему большому счастью и радости откликнулась у людей. И наша дружба, наши взаимоотношения, партнерские взаимоотношения вот так, таким образом зародились. — Ну, я могу сказать только вам спасибо прежде всего за то, что вы делаете, пожелать вам новых совершений, хотя, казалось бы, просто делать свое дело, получать это удовольствие, так как вы сегодня об этом рассказали. Большое спасибо, Людмила, Юлия, благотворительный фонд «Быть добру». Учредители этого фонда были сегодня у нас в гостях в рамках программы «Тема часа». У нас интересно всегда. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова